Дорогие друзья, у меня сегодня большая подруга в гостях на приеме у Лены Лениной. Великая певица и великая художница Корнелия Манго. Корнелия Манго родилась в Астрахани. Закончила художественную школу. Сама преподавала живопись. Сейчас устраивает персональные выставки и продает свои картины. Прославилась на всю страну благодаря фабрике звезд. Закрепила свою популярность, сбросив 20 килограммов и поделившись секретами диеты с журналистами. Танцует верхний брейк и степ. Поет соул, джаз и айронби. Корнелия, мало кто знает, что вы отлично рисуете. Хотя недавно вы участвовали в престижнейшей международной мировой выставке Биеннале. Да, действительно, я стала художником и для меня это стало неожиданностью, потому что я всегда шла к этому. У меня было два образования художественных, и я в союзе художников Москвы. Но при этом я к этому относилась всегда хобби отличное. Тут, когда выставка за выставкой начали проходить в Москве, а потом еще и в Германии меня признали, мне стало это очень приятно. И я на самом деле не собираюсь останавливаться на достигнутом, буду двигаться только вперед. Но это лишь маленькая победа, нужно идти и двигаться дальше. А в какой стиле вы больше всего любите, в каком стиле пишете? Я вообще импрессионист, и для меня это очень близко. Я очень импульсивная девушка, как в эмоциях, разговорах, во всем. Долго писать картину? О, нет, это не про меня. Я все пишу очень быстро, и даже когда мне говорят, Корнелия, ну за какое время вы написали вот эту большую выставку? То есть у меня, например, скоро выставка, и к ней нужно написать 30 картин. Я говорю, ну как, ну за месяц? Одна картина в день, а чего? Я просто, и когда я рисую, все это знают, все мои друзья, знакомые. Они меня просто не дергают, ничего. Я сижу дома, пью чаек, расслабляюсь и пишу картины. И во всем, я только выхожу в спортзал позаниматься и обратно. Мы не хотим потерять певицу, Корнелию. Нет, нет, никто, ни в коем случае, никто никогда не потеряет певицу, Корнелия. Она всегда есть, была, будет. Я начала, во-первых, читать рэп. Вау. Так что я там и пою, и читаю. Как мои друзья многие говорят, боже мой, где вы откопали эту русскую мне кимонаж? Но мне это нравится, это меня затянуло, и это интересно. Почему бы нет? А кто из загоревших девушек западных американских певиц тебе больше нравится? Вот ты привела в пример Ники Монаж. Да, Ники, есть еще Бейонсе, есть еще Риана. Вот, наверное, вы попали именно в то, что мне нравится очень Бейонсе, как она работает. Мы с ней даже лично знакомы были. Я поняла, ну это просто то, на кого хочется равняться. Поэтому Бейонсе для меня, конечно же, авторитет. Ну и ее, как она ведет себя, как она с мамой, с папой, как она с мужем, с собой. У нее очень крутой муж. Да. У нее очень крутой муж. Один из самых богатых мужей мира и точно, наверное, один из самых крупных продюсеров мира. Но они начинали еще когда, буквально там 10-15 лет назад, это не был самым богатым и самым лучшим мужчиной. Она выбрала его за то, что он был неординарным, интересным и ярким. Конечно, тогда он уже тоже был, но у него было очень много каких-то непонятных там подводных камней. Поэтому выбираем мы все-таки мужчин не по каким-то богатствам и всему остальному. Мы их выбираем по сердцу. Ну кто как. Я лично сейчас уже и раньше выбирала по сердцу, выбирала. Сейчас думаю, что все-таки люди должны быть равны. Любой вид мезальянса приводит к разочарованиям в семейной жизни. Люди должны иметь общий интеллектуальный уровень, равный. Равный физически, если ты красавец, то и муж у тебя должен быть красивым. Равный финансовый, ну как если ты зарабатываешь миллионы, неужели муж должен быть бедным альфонсом или дворником. Интеллектуальный уровень, то есть все виды уровней должны быть равны. По какому признаку сегодня ты выбираешь себе мужчин? Я даже не знаю, я потерялась в этом. Мне кажется, мужчина... Да, конечно же, мужчина должен хотя бы зарабатывать или как я, или чуть-чуть больше. Это было бы поприятнее, конечно, чем мужчина, который не зарабатывает. И ты еще там, ну что, ну так съедать? Конечно, такого не должно быть. Но я все-таки выбираю вообще тех мужчин, которые ко мне хорошо относятся. И не важно, сколько он зарабатывает. У тебя толпа поклонников. Просто может быть среди твоих фанатов есть так много хороших ребят, которые стесняются предложить себя в качестве мужчины? Я думаю, что это тоже есть. На самом деле очень сложно быть артистом. А на тебя все смотрят не как просто на красивую, яркую девушку, которая очень веселая, позитивная. А на тебя смотрят как на певицу, которая, ой, к ней подойти невозможно. Наверняка она отошлет. Или еще что-нибудь такое. У нас такой какой-то недоступный, может быть, вид. Или я не знаю. Мы обещаем. Мы не отошлем с Кармелии. Приходите. Да, постучитесь в наши двери, поверьте, мне сердце откроется. Как складываются твои отношения с коллегами по шоу-бизнесу? У нас у всех за кадром есть симпатия, антипатия. Я, например, свою программу приглашаю только тех, кого я люблю лично. И, так сказать, мои симпатии видны. А вот с кем ты дружишь за кадром? Ну, я дружу, общаюсь я со всеми. Это однозначно. Но дружить, конечно же, с тобой дружу. И у меня есть несколько подруг, с которыми я общаюсь. И друзей, и тот же Прохор Шаляпин. И со многими дружим общаемся. Но не так, чтобы прям совсем близко-близко. Наверное, близко-близко все-таки я общаюсь с обычными моими друзьями. Там стилисты, парикмахеры, там визажисты. И просто художники, сноубордисты, тренеры спортивные. Все кто угодно, наверное, только танцоры. Но я больше, наверное, общаюсь с простым людом. Ну, как бы я так их называю. Чем нежели со звездами. Не потому что я не хочу с ними дружить, и у них какие-то звездные болезни. А просто потому что у девчонок реально нет времени. То есть, если у меня есть кусочек времени, и я пытаюсь его распланировать так, чтобы встретиться со всеми, то у артистов его нет. То есть, когда у меня есть время, у них нет. Когда у меня нет, у них есть. То есть, все время какие-то такие неподружеские стыковочки. Дружить тяжело. А как ты выстраиваешь свои отношения с обслуживающим персоналом? Вокруг тебя есть стилист. Например, я знаю, что у тебя у самой бесподобный вкус, и ты сама кому угодно стилист. То есть, как ты выбираешь себе парикмахеров, стилистов? Ну, мне повезло, что у меня парикмахер уже 10 лет со мной. И это мой лучший друг. Он приехал со мной из моего родного города, из Астрахани. Мы становились оба известны одинаково. Поэтому он всегда со мной. Мы вместе отдыхаем и дружим. И даже есть какие-то ситуации. Ага, меня бросил! Я сейчас приеду. Стас, ты такой парикмахер-психолог. Да, парикмахер-психолог. Поэтому с ним мы дружим всегда вместе. Визаж я всегда делаю себе сама. А что касается всего остального, да, действительно, не все умею сама делать. Поэтому приглашаю людей. Я со всеми очень хорошо отношусь, ко всем очень позитивно. И даже, когда приходит моя уборщица, я тоже ей даже помогаю убираться немножко. Вот недавно собрали елку. Но у меня очень долго она стояла, правда. Я даже не знаю, почему, или может быть... Хотелось праздник продлить. Хотелось праздник как можно дольше продлить. Потому что Новый год я работала. И перед Новым годом у меня тоже не было времени на нее посмотреть. И хотя бы после Нового года я немножко на нее посмотрела. А потом уехала сразу в Доминикану отдыхать. Поэтому времени как бы не было. Приехало уже лето, как бы. Нужно собирать. Новый год ты работала. Это тяжело ощущать, что у тебя нет праздника, как у всех обычных деток. Ну, его нет уже с 18 лет. Поэтому у меня всегда в Новый год. Сколько концертов получается? В этот раз было три. И для меня это было очень сложно. Потому что я потеряла голос. Ровно на втором концерте у меня не было голоса. И я уже поговорила с директором. Говорю, ты знаешь, я не буду петь третий концерт. Потому что я потеряла его голос. А как можно восстановить быстро голос? Есть ли какие-то методы уколы? Есть горячий чай. В тот момент, когда я была, был горячий чай. А не успела съездить к фаниатору, чтобы он мне капли какие-то дал. Ну, еще потом после этих трех концертов я еще восстанавливала где-то недели-две. Я просто не разговаривала. То есть, мне такого не было никогда. То есть, я всегда владела своим голосом. Но, как оказалось, как мне сказали, я потеряла свой голос лишь из-за того, что у меня был очень сильный стресс. Перед Новым годом меня бросил мой молодой человек. И я на этой почве так сильно расстроилась, что я потеряла голос. Просто не из-за того, что я заболела. Корнелия, ты красивая, гениальная, талантливая и певица, и художница. Ты все, что ты делаешь, стилист. Ты все, что ты делаешь, ты делаешь талантливо. Как ты можешь позволить себе даже ресницей расстроиться по поводу какого-то там мужчины. У тебя таких мужчин будет миллион, и их много. Это вообще не должно даже близко тебя затрагивать. Настолько ты должна ощущать свое королевство. Дело в том, что я чувствую себя очень уверенной в себе, и я это знаю, что я излучаю, может быть, эту уверенность. Но так как я выгляжу очень уверенной, вообще-то в жизни-то у меня всего был один парень, с которым я была честна и встречалась. Всех остальных обманывали. Да, а всех остальных просто и не было. А потом я сразу же влюбилась в другого парня, а он тоже почему-то не оказался таким сильным мужчиной, который мог бы обуздать такую красоту. Это его проблемы. Это не наши с тобой проблемы. Поэтому переживать по этому поводу я тебя запрещаю. Я тебе обещаю, что все будет у тебя прекрасно. У тебя уже сейчас все хорошо. Тебя уже знает вся страна. У тебя великолепный голос. Ты прекрасная певица. А может, вы же не знали? Я шучу. А слушай, ты просто по закону пирамиды, я тебе объясню, что ты находишься на очень высоком уровне в этой пирамиде. И людей на этой пирамиде, достойных тебя, которые тоже талантливые, умные, красивые, добры, богаты, их очень мало. Поэтому тебе труднее найти этого человека, потому что он должен обладать таким количеством достоинств, чтобы компенсировать хотя бы часть твоих. Ну просто я хотела бы, чтобы сразу понимали мужчины, у которых очень много денег, что не все можно купить. Я думаю, что они начали уже это понимать. И даже те мужчины, тоже я однажды как раз обедала с одним миллиардером, он говорит, ты понимаешь, мне обидно, что все женщины обращаются ко мне, как будто бы я вот только кошелек. А ведь я же еще умный, а ведь я же еще способный, а ведь я же еще интересный и так далее. Конечно, ему тоже обидно, когда его воспринимают, то есть там у них свои проблемы, все его достоинства нивелируются до уровня кошелька. Но я хочу сказать, что ты не должна переживать никогда по поводу того, что у мужчин, потому что их миллионы на планете Земля, миллиарды людей, и половина из них тебе отлично подойдет. Но ты лучше, чем они. Поэтому ищи своего. Пусть лучшее время свободное от мужчин мы с тобой будем тратить на творчество, но точно не на то, чтобы расстраиваться. Зато твоя книга мне помогла. Да, я ее прочитала. Я была рода в Испании. Революция любви? Да, я ее прочитала, все, от корки до корки. Дала своей подруге, она ее прочитала от корки до корки. В итоге она сейчас замуж уходит. А я все равно одна. Я тебе дам еще одну сегодня книгу. Хорошо. Послушай, ну правда, ты очень талантливая девочка. Я прям запрещаю тебе расстраиваться по поводу мужчин. Ни один мужчина не стоит и слезы твоей. Ни в коем случае. Зато какое творчество потом рождается, когда тебя немножечко бросили. С ролика сразу в картин появляется. И потом ты настолько лучше многих этих мужчин, что ты их столько будешь еще бросать, что иногда для разнообразия почувствовать себя по ту сторону баррикад тоже полезно. Да, это точно. Для более, так сказать, большей скромности. Откуда у нас, иначе, скромность вообще может появиться? Корнелия, милая, расскажи, пожалуйста, про свое детство. Я правильно понимаю, что ты ребенок Олимпиады? Ну, не совсем, конечно. То есть, что мама у тебя славянка, русская, да? Ну, нет, она татарка. Мама татарка. А папа у тебя, значит, соответственно, загорелый парень. Да, это точно. Из какой страны загорелый? Папа из Гвинеи Бесау. Ну, у него мама испанка, а папа гвинеец. Поэтому у него тоже он мулат, да? Да, он тоже метис, как бы. Нет, подожди. Черный из белого называется мулатый. Да. А ты вообще мулатый, потому что ты уже там, да. Да, потому что, как это называется правильно, креолка. Потому что во мне, во-первых, азиатская кровь, во-вторых, папа весь намешанный. Вот, поэтому во мне столько всего намешано. Ты такая красивая и здоровая, потому что генетически самые надежные фрукты появляются при смешении всевозможных... А у нас это еще и фамилия Манго. Так что вдвойне. Это точно. И каким было твое детство? Хватало ли тебе любви? У меня есть теория, что многие люди стремятся к славе и к публичной любви, потому что их в детстве недолюбили. Мне хватало любви дома. То есть дома меня безумно любили. Меня тискали, обожали. Мама, бабушка. Я была просто как... Кукла. Куколка, да, действительно. Но дело в том, что я была вот этим вот... У Антуана Экзюпери есть мальчик на планете или как я не помню. Маленький принц. Маленький принц. Я дома была принцессой, выходила я только на улицу. Тут уже меня били, там кричали черные. Только потому, что ты немножко загорела? Только потому, что немножко загорела. А ведь сегодня столько людей тратят денег в этих соляриях. Да, потому что вы будете еще не загорелы. Тогда это было новшество. Был 86-й год, там, я не знаю, вплоть доходило до того, что меня кинули какие-то мальчишки в яму. Я из этой ямы не могла выбраться. Закидали меня туда камнями. Потом позвали мою маму, чтобы меня вытащить оттуда. Ну, то есть такие были ситуации. И в детстве мне было действительно, ну, туго, туговато, конечно. Потому что детству мне нужно было все время доказывать, что да, я такая, да, я черная, да, я полная, да, я не такая, как все. То есть я все время что-то доказывала. И когда я, когда я, мне было лет 18, мне очень хотелось одного, чтобы вслед мне кричали не черная, там, не толстожопая какая-нибудь, а кричали «Корнелия Манго!» «Корнелия Манго!» Я добилась того, что сейчас никто никогда в жизни не зовет меня черной или толстой или еще что-нибудь. Они меня по имени и фамилии называют. То, что каждый знает мое имя и фамилию. Ты самая известная загорелая девушка в нашей стране. Хотя в нашей стране... Нет, есть Виктория Пьер-Марий еще. Ну, мне кажется, это известнее. Ну, не знаю, но... Но много у нас арсистов? Нет, немного. Но есть люди некоторые, которые появляются в публичном, Пьер-нарсист, Ваня, Блэкман, да? То есть появляются люди, но ты у нас самая суперзвезда из всех. Да, спасибо. И потом ты еще и человечек хороший, с тобой приятно общаться и в жизни, и за кадром. И этого, к сожалению, не знают твои фанаты, но я им по секрету расскажу. Да. Как строятся твои отношения сегодня с мужчинами? По какому признаку ты выбираешься? Что тебе нравится в мужчинах? Мне нравится доброта. Вот я безумно люблю, когда мужчина добрый, когда ко мне очень ласково относятся, когда меня гладят, целуют, обнимают. Мне это очень нравится. То есть ты тактильно? Видимо, может быть, в детстве очень много было, меня ласкали мама, бабушка, и мне этого очень не хватает в настоящей жизни. То есть, и так как у меня не было еще и папы, ну, как бы, который был, я тут 18 лет только узнала, что у меня есть, как бы, я знала о нем всегда, но приехала я к нему только в 18, когда уже как бы прошел тот период, когда дитя обнимают, целуют. И, конечно же, в каждом мужчине, неважно, друг, брат, мне все время хочется приживаться, чтобы меня обняли просто. И, наверное, это очень странно. Многие девушки выбирают там молодых людей. Я вот даже пошла вот в один клуб недавно и была в шоке от того, что все, во-первых, заштампованы одинаковые. Одинаковые платья, одинаковые фигуры, одинаковые прически. Одинаковые зены рты. Все одинаково, все одинаково. И мужчинам даже сложновато выбрать, потому что одну поменял на другую, третью на четвертую. Ну, когда они видят меня, да, им интересно, но у них сразу перещелкивает, а смогу ли обуздать я такую вот неординарную, не такую, как все и все остальное. Конечно, братишка, ты только попробуй. Конечно, ну, те, кто знает Корнелию и Мангу в жизни, все знают, что она очень, наоборот, дружелюбная, добродушная и очень не звездная. У нее нет этой звездной болезни, которая мешает с ней общаться. Поэтому я думаю, что все, кто познакомит с тобой поближе, все поймут, что с тобой легко и легко. Да, причем самое смешное, ну, не смешное, это самое странное, что я могу влюбиться от какого-нибудь скейтера до олигарха. И это нормально, ну, для меня это нормально, потому что я не вижу разницы. Ну, кто-то видит только, я общаюсь только с богатыми. Вот у меня есть такие подруги, я говорю, да ладно, какая разница, богатый, он нормальный, там, бедный, обычный. Главное же отношение, как к тебе относятся, для меня это самое важное. Знаешь, почему? Потому что ты имеешь роскошь сама зарабатывать себе на жизнь. И вот когда у тебя есть свои деньги, конечно, тебе чужие особенные не нужны. Ну, так приятно, конечно, подарки получать, но не до такой степени, чтобы это стало главным критерием отбора. А что в мужчине физически, вот в его физическом теле тебе нравится больше всего? Некоторые женщины там любят ягодицы, другие торсы, кто-то глаза, ну, в общем, кто на что? Что тебе нравится? Мне мои подружки говорили, Корнель, такая странная, все твои молодые люди, они все такие разные. Ни одного, говорят, нет, одинаково, просто похожего друг на друга. Может быть, если их раздеть, у них есть один общий элемент? Ну, конечно, у них есть попа. Попа для меня, мне кажется, мужчина с покачанной попой, это очень важно. Так как я сама занимаюсь спортом очень много, я считаю, что у мужчины должно быть, ну, как бы, во-первых, не должно быть живота, однозначно, это должны быть, ну, рельеф какой-то, должен быть подтянутый, высокий, выше меня. И так же любить спорт, как и я, потому что я даже в Доминикане каждый день мы бегали, вставали в 6 утра, бегали по 10, там, сколько, по 9 километров, да. Тренировались, отжимались, и мне это нравится, то есть я не могу без этого жить. Ведь я вот несколько дней поболела дома, у меня начали мышцы все ломить, тянуть, болеть, я сразу же пошла в спортзал. Все знают, что в спортзале у меня все пройдет. То есть я ко всему отношусь очень по-спортивному, даже вот, например, учусь сейчас на сноуборде, и да, тяжело, да, хочется все бросить, блин, падаю все время. Но потом мне так это втянуло, я так это загорелась, что я поняла, нет, я добьюсь до конца, я буду хорошо кататься, еще и фристайлить начну. Фантастика, ты же владеешь вообще всеми самыми экзотическими видами спорта. Это точно, я люблю виндсерф, это безумно интересная тема, когда ты управляешь ветром с помощью паруса и такой доски, да, и первое время я умела уезжать от этого замечательного берега, а возвращаться не умела. И потом я, конечно, через неделю я научилась возвращаться, оказывается, нужно зигзагом это делать, а не просто вперед. Как и в жизни, если хочешь подняться на гору, не нужно идти вот так, прямо, прямо вот так по горе, вот так наверх. Нужно идти вот такими путями. Да, сложно, да, они все из падений и спуски, и падения, и как бы подъемы, но тем не менее ты знаешь, что ты все равно доберешься до своей цели. То же самое и во всем. Если ты хочешь чем-то заниматься и куда-то двигаться, то нужно обязательно это все делать вот так. Да, сноуборд сейчас у меня появился в моей жизни, очень интересная тема. Раньше все время каталась на лыжах, и, конечно, первый раз это был Куршавель, и все там пафоси, по-моему, даже никто не катается. Ну, я такая говорю, так. Покупают костюмы от известных марок и лежат на солнышке, и греются. Знакомятся с мужчинами. Да-да-да, туда никто не приезжает кататься, но я там познакомилась с одним человеком, который говорит, не, слушай, ты должна обязательно покататься. Почему он не приставал ко мне ничего, он просто подарил мне офигенный костюм сноубордический, ну, лыжный, и как бы помог мне выбрать тренера, и я там начала учиться кататься на лыжах, мне это так понравилось. Потом следующий год Австрия, потом Швейцария, потом повсюду-повсюду начала ездить, и в прошлом году в Турине было, очень мне понравилось это все, Шамани, это так интересно, катаешься, вокруг такие елочки, все так потрясающе. А в этом году мне захотелось, я уже все научилась, как бы, все учила, возможно, и мне захотелось чего-то нового, экстрима, и я вот перешла на сноуборд. Это тоже безумно интересно. Веришь ли ты в женскую дружбу? Да, женская дружба существует, ну, конечно, с ней нужно быть аккуратной. Предавали тебе подруги? Да, предавали, я помню, это было лет 18, когда я сказала, ой, мне так нравится этот мальчик, так нравится, и она взряет его и уводит, прям перед моими глазами, и было мне очень неприятно. Но ты перестала с ней общаться? Я перестала не только с ней общаться, я перестала вообще с девочками общаться, и я вообще ненавидела всех девушек до 25, наверное, лет. И в 25 лет просто, наверное, мне не те подружки попадались, мне попалась именно моя лучшая подружка, Маринка, с которой мы начали дружить. И потом как-то так много подружек сразу появилось, и мы с ними дружим, общаемся, и как бы все, видимо, понимают, что на моей территории они посягательны. А веришь ли ты в отношение дружбы между мужчинами и женщинами? Или все равно есть сексуальные? Да, я верю в то, что есть дружба между... У меня очень много друзей, они мальчики, и я с ними дружу в хороших отношениях. Может быть, ты просто не хочешь с ними спать? Да, есть, конечно же, может быть, какие-то моменты, каждый из них, может быть, мне когда-то нравился, или я им когда-то нравилась, но тем не менее все равно я с ними дружу. То есть, да, когда-то мы были, может быть, или я, или он влюблен друг в друга, но потом это как-то прошло, и остались очень хорошими друзьями. Ну, конечно же, это все равно в первую очередь, секундочку, там, задумываешься, там, да, все-таки, наверное, ты мне нравился, там, когда-то, давным-давно, лет 25 назад. Как ты думаешь, в чем особенности публичных людей, в чем они, ты очень хорошо знаешь звезд, ты сама играешься за звездой, чем звезды отличаются от простых людей? Ну, нам намного сложнее, мы видны, то есть, нам не проехать в троллейбусе бесплатно. Я шучу. Ну, в любом случае, то есть, что бы мы не хотели сделать, даже какую-то мелочь у нас все равно сразу запалят. Вот, и поэтому нужно немножко аккуратнее быть, немножко где-то, если ты хочешь там вести себя так, но ты не можешь себя так вести, потому что... Послать официанта, если он не прав, нельзя, он всегда скажет. Да, ну, с другой стороны, я такая, которой я всегда все говорю в лицо, и мне все равно, как бы, кто что обо мне подумает, такая, какая есть, и поэтому я, может быть, не сильно скрываюсь. Но в отношениях, конечно, это очень сильно мешает, то есть, лучше где-то за бугром познакомиться, где-нибудь, где тебя не знают, где-нибудь в Лондоне, Европе, Испании. Чем потом видеть твоего бывшего временного парня в эфире у Андрея Малахова с откровениями о том, какая ты утром без мейка. Да, ты права! Это да, это так ужасно, конечно. Слушай, а ты читаешь комментарии в интернете по поводу себя? Какой самый приятный был комментарий, начнем с этого? Ух, там, наверное, больше неприятных комментариев, чем нежели приятных. Люди очень странные, они не любят писать хорошее, они любят говнецо написать. В общем, говорят, что некоторые модераторы сознательно не пропускают хвалебных комментариев, то есть, видимо, интрига нужна изданию, и грязные комментарии больше вызывают ажиотаж читателей. Ну, а с другой стороны, действительно, говорят, что люди из зависти пишут, пытаются унизить тебя, думая, что это их возвысит. Ну, недавно вообще была такая ужасно смешная ситуация. У меня есть Инстаграм, все это знают, Корнелия Манга, где я выложила какую-то фотографию, на которой мне там какая-то телочка с губами надутыми грудью написала, что «Ой, да тебе должно быть стыдно выставлять такое фото, да у тебя же там есть чуть-чуть целлюлита». Я говорю, дорогушечка моя, ты посмотри на себя в зеркало, как бы, и потом после этого пиши какие-то, ну, комментарии. На что были такие дискуссии, 78 каких-то комментариев, они все переругались друг с другом, там туда даже, ну, у меня так мама тоже заядлая, инстаграмщица, тоже туда впряглась. Я вообще была в шоке от этого всего, что это происходит вообще. И в итоге на следующий день она мне звонит, она нашла где-то мой телефон. И такая, «Корнелия, это я из инстаграм!» Ну, я, конечно же, очень жестко послала, ну, как бы сказала, что, дорогая, не переходи черту, и если будешь переходить, будет, ну, не очень будет приятной ситуация. Ну, да, как что ты можешь с ней сделать? Она меня поняла. А? Что ты можешь с ней сделать? Что? Нет, если она перейдет черту, что мы можем с ней сделать? Ну, я-то ничего не буду делать. Я-то лично ничего не буду делать. Ну, просто есть поклонники, которые приносят. Она дает ей поговорить. Просто с ней поговорят. Зачем? Я просто, я очень жестко все сказала, как бы то, что я считаю нужным. Вот, я просто считаю, что переходить черту нельзя. Ты из инстаграм, там, из какого-то социальной сети, вот и живи там в своей социальной сети. Если тебе не нравится в твоем инстаграме, пусть переходят к Вере Брежневой или еще куда-нибудь. Да-да-да, что ты сидишь на моей инстаграм, как бы еще там комментируешь, что-то еще имеешь право звонить мне лично. А вот артисты, к сожалению, господа, не могут поменять свой номер телефона, потому что на него замкнуты все редакторы от телевизионных программ, все администраторы, планирующие гастроли. И, к сожалению, приходится терпеть хулиганов телефоны. Конечно, у меня есть один телефон для близких, один номер для рабочих. Но почему-то получается так, что все они оба работают 24 часа в сутки, что очень странно. То есть ты читаешь про себя эти комментарии? Или стараешься? Нет, я что-то читаю, что-то пропускаю для себя. То есть, ну, мне интересно, конечно, что они там пишут. И иногда я прямо заходу в страсти. Выложила из Доминикана, не танцевала. Значит, выложила танец. Знаете, есть такое тверд, такое танцевальное направление, когда девушка танцует попой. Мне это очень легко, потому что я африканка. У меня это с рождения, и это нормально. Ну, на это столько было комментариев, столько было возмущения. Обзавились. Да, а для кого-то это было вообще множество. Ну, просто женщины в Португалии, в Гвинеи, в Африке, вообще повсюду, это нормально. Танец живота в Индии, танец попа в Португалии. Да, то есть это нормально. Каждая африканская девушка умеет танцевать попой. И это нормально. Это не секс, это танец. Но это очень эротично. Это очень эротично, но это танец. Все европейские мужчины говорят, что они предпочитают темнокожих девушек, только потому, что у них выдающиеся ягодицы. И они умеют им пользоваться. Вот, это очень важно. И я выложила, значит, такое видео, но я не ожидала такого ажиотажа, я не ожидала, что девушки все так будут возмущаться, их так возмутило, что я вот танец попа выложила. Ну, потому что они не умеют этого делать. И для них это как-то слишком сексуально. А что сексуально? Сексуально выйти в коротком платье и не уметь танцевать? Или выйти в шикарных там, допустим, шортиках и станцевать офигенно? Ну, я на самом деле немножко в шоке от того, что у нас очень закомплексованный народ. Очень. И все они связывают с сексом, потому что у кого-то очень грязные мыслишки. На самом деле, я тебе по секрету раскрою секрет, чтобы ты не переживала отныне по поводу этих комментариев. Многие люди не могут пережить твоего успеха. И им тяжело смириться с тем, что ты красивее, что ты талантливее, что ты лучше поешь, что ты лучше рисуешь, что ты известнее. А это тоже большая сила и большая власть. И вот когда ты превосходишь эту бедную девушку, сидящую где-нибудь в провинциальном городке, в одиночестве, по всем статьям, ну что ей бедненькой, ну удалиться с моста спрыгнуть, что ей сделать, чтобы пережить твой успех? Жопу свою поднять, приехать в Москву и покорить ее. Вот и все на этом. Я, например, когда видела какую-то, например, зарубежную или московскую звезду, я говорила, я хочу быть там. Я не говорила, я хочу быть как ты, я не говорила, что я хочу быть на месте тебя. У меня таких не было мыслей. Я говорила, я хочу быть там и быть лучше, чем ты. То есть все очень просто. И я не просто говорила, я хочу, я делала то, что я хочу. И ты сделала. Если ты чего-то хочешь, нужно этого добиваться и идти вперед, а не сидеть дома и строить плохие комментарии. Ты права. То есть просто ты должна привыкнуть к тому, что тебе завидовали, завидуют и будут завидовать. И все вот эти вот комментарии на самом деле это для человека немножечко возможность хоть как-то преодолеть эту зависть к твоему успеху. И поэтому, если он возвышается, унижает тебя, шут с ним. Пусть, если ему так легче. Если от того, что мы есть, ему так не по себе, что мы должны помочь ему тем, что дать возможность нас раскритиковать, пусть критикует. Ты думаешь, мои прически не критикуют? Ты думаешь, вообще нашлась хоть одна равнодушная дама, которая сказала, Лена, тебе делают эти прически чемпионы Европы по парикмахерскому искусству. Это же такое искусство, то, что ты носишь на голове. Нет. Говорят, называют это максимум фига. Безвкусно, наверное. Я на голове. Самое смешное, то, что когда я там делаю что-то со своим, ногти, ногти, к примеру. Все же любят фрейм. Скажи всем, что ты делаешь ногти в сети студии Мэллины. Я делаю все свои ногти только в сети студии Лены Лениной. И это нормально, потому что люди понимают. Я прихожу к своему некурщителю и говорю, я хочу вот так, вот так, вот так, намучить, вот так было, чтобы все глаза вылезли. И что ты думаешь? Я выхожу, выкладываю это в интернет, и на это люди пишут, фу, лучше бы сделала бы френч, как все нормальные люди. Если бы я сделала френч, я была бы белой. Но я родилась черной, и я буду делать то, что хочу. Я уже изначально не такая, как все. И я буду до конца такой, не такая, до конца буду не такой, как все. То есть, если у всех будет так, у меня будет по-другому. Если я буду делать, все будут делать, вот пойдут туда, я пойду вот сюда. То есть, я всегда буду делать все по-другому, не так, как вы. Поэтому нужно всегда выделяться. И твои шикарные прически, пускай все завидуют дальше и плюются. Давай обсудим твои отношения с твоими родственниками. Сегодня самыми близкими, как и всегда, людьми тебе является мама, которая поддерживает тебя или осуждает за что-то. Является ли она критиком? Несешь ли ты сначала маме послушать? Как строятся твои отношения с мамой? О, с мамой это моя лучшая подруга. Конечно же, мы с ней всегда вместе, мы с ней общаемся, очень много смс-ки, мы переписываемся, так как она живет в другом городе, мама и бабушка живут в одном городе, папа с новой семьей, в другой стране. Да, то есть у меня все разбросаны, да, и походу как бы в Москве я одна, но мои родственники тоже... Ты не одна, у тебя есть я. Да, у меня есть ты, но как бы очень много моих родственников, они все живут за бугром где-нибудь, а в Астрахани очень много родственников. Я приезжаю в гости, общаюсь со всеми, но получается не так часто, и я приезжаю, увидела всех, и все, и... Мама гордится, бабушка гордятся. О, мама с бабушкой очень гордятся. Даже иду по улице, по Астрахани, допустим, и там «Корнелия, Манго, Корнелия, Манго». Мама, «Да, это моя дочка!» А ты похожа на твою маму? Нет, почему-то мы очень разные. Внешне разные? Внешне разные, но характер один, да. Конечно же, внешне разные с ней, ну так чуть-чуть, может быть, чуть-чуть похоже. На папу больше похоже. Вот. И, конечно, она не может тобой не гордиться, ни мама, не бабушка, безусловно, и, наверное, весь сегодня смысл и жизни, они, наверное, по-своему знаменитости в Астрахани. Да, у них там тоже интервью берут. Такая интересность. Да, у них там берут интервью, они там ходят, тоже известные. Им даже на базар, когда мама говорит, я пошла на базар, а мне говорят, «Корнелия, Манго, мама, дали мне скидку, 50 рублей скинули сразу». Я говорю, «Да ладно, да ладно». Я такая, ну, а честно. Что ты даришь своей маме, чтобы приятно ей сделать? Ну, я цветы, конечно, всегда дарю, подарки всегда, очень много ей дарю подарков, там, куртки. Вот в этот раз подарила ей сноубордитель, не сноубордитель, а лыжный костюм. Вот, говорю, все, мы поедем кататься с тобой тоже. Ты будешь на лыжах, я на сноуборде. Хорошо, хорошо, я хочу. Да, ну вот с ней очень дружно общаемся, я всегда и задариваю ее маму, бабушку, все. Когда ты подаришь ей внуков? О, какой вопрос. Ну, конечно же, дело идет... Просто сегодняшние девушки так много увлекаются деланием карьеры, что откладывают лет до 40 рождение детей. Нет, я не хочу отложить это до 40 лет. Во-первых, мы можем заморозить ядовицу клетком, но дело в том, что я хочу еще отдохнуть, погулять. Я думаю, что это нормально, нет? Просто нет такого мужчины, который бы обуздал меня, взял, сказал, все, женимся завтра, я хочу детей, хочу семьи, хочу быть рядом с тобой, если ты уйдешь и не будешь петь, допустим, эти 9 месяцев и рисовать, я хочу тебя нормально обеспечить, чтобы не было проблем, чтобы мой ребенок мог хорошо воспитаться в нормальной, шикарной квартире, нашей, а не съемной. В аренде? Пока что да. Да, поэтому я пока что такая подвешенная, в таком подвешенном состоянии, я очень... Слушай, ну неужели ты тратишь все свои деньги, у тебя прекрасные гонорары? Куда ты тратишь деньги? Почему не покупаешь недвижимость? Кутаюсь на сноуборде, путешествую по Доминиканам. Покупаю кучу барахла. Да, я себя, ну как бы, да, и не умею тратить деньги, да, это ужасно. А вообще ты любишь деньги? Ну, они для меня есть, есть, нет, нет. То есть я не так уж и нет. Вот почему их у нее нет. А, да? Как только ты нарисуешь себе на роговицах доллары, или евро еще лучше, как только ты будешь любить деньги, страстно желать этих денег, как только ты представишь себе роскошный дом, который ты сможешь купить себе в какой-нибудь солнечной стране на берегу моря. Ты его представишь, ты его визуализируешь, увидишь этот дом. И сразу появятся деньги, и дом, и все, что угодно. Зажелай денег, захоти эти деньги. Тогда не вдруг, а вдруг получится, что я буду так хотеть эти деньги, что все остальное для меня будет уже обесценено. Подожди. А что есть более важное, чем деньги? Что все остальное? Ты же для того, чтобы зарабатывать деньги, все равно будешь петь, может быть, картины скоро начнут приносить себе твой подбис, превратиться в бизнес. То есть ты все равно будешь продолжать делать то, что ты умеешь делать лучше других, но при этом ты будешь их еще притягивать, потому что ты полюбишь деньги. Полюби деньги. Хорошо. Договорились. Корнелия, давай поговорим теперь о том, как строятся твои отношения с людьми, которые находятся немножко ниже, чем ты в социальном смысле. Например, когда ты встречаешь на улице просящего милостыню, когда ты видишь человека плохо одетого, бомжи, люди, у которых очень маленькие зарплаты, очень непрестижные виды работы. Как выстраиваешь ты отношения с персоналом? Ты с операторами заходишь, с видеооператорами, со всеми здороваешься, знакомишься. Я вижу, что человек улыбается мне, конечно, я с ним. Если он за кого-нибудь сидит букой, конечно, я не буду ни с кем здороваться. То есть все зависит от того, как ко мне относится человек. Когда я вижу людей, которые просят милости, я говорю, слушай, дрожгуша, иди-ка поработай. Иди-ка поработай. Или, например, даю листовку, где написано, я просто хожу в церковь, где пою прославление. Не так часто это у меня получается, но я в основном как бы это делаю. Я протестантка. Ну, христианская протестантская вера. И для меня это нормально. Приди ты нам в церковь, мы тебе поможем. Самое главное, что у нас из церкви мы выезжаем, иногда получается бомжей кормить, чаем наливаем, еду. И это нормально. Я езжу в Тверь, у нас есть революционный центр, где ребята, которые были зависимы, а потом лечатся. Мы с ними общаемся, дружим. Я туда очень много одежды присылаю. Я со всеми равно общаюсь. Нет такого, что кто-то выше, кто-то ниже. Есть звездная болезнь? У кого? У тебя? Наверное, нет. Наверное, нет. Я со всеми очень равно отношусь. Мне нет такого, что если даже мне понравится кто-то, вообще кто-то понравится, я буду с этим человеком. Мне не важно, кто он по социальному. Девушка или мальчик? Нет! По социальному статусу. Хотя девушки тоже есть красивые, хорошие, добрые. То есть ты измогла бы попробовать себя в таком виде любви? Я считаю, что нужно принимать всю любовь от людей. И не нужно разделять... Девчонки налетаем. Не нужно разделять мужчин, женщин. Если в тебя влюбилась девушка, почему бы нет? Ну, конечно же, это не перерастет во что-то большее, но... А ты попробуй. Я буду с этим человеком общаться. Фрейд утверждал, что мы все бисексуальны. Да. Я хотела поговорить с тобой о наркотиках и алкоголе. Шоу-бизнес обвиняют, и очень часто несправедливо, только потому что мы на виду, в повышенном количестве всяких вредных веществ. Как строятся твои отношения с этими нехорошими штучками? Ну, это нехорошие, действительно, штучки. И каждый слабый, каждый может к чему-то привязаться. И лучше не пробовать, чем привязаться. Я заменила... Допустим, был какой-то период жизни, когда я там попробовала траву, и когда я пила алкоголь. Ну, это не было как зависимости, что-то такое. Я попробовала, как бы мне не понравилось, и... И ты сознательно решила, что... Я заменила это спортом. То есть, если ты хочешь... То есть, спорт и наркотики, это одинаково. Ну, в смысле, он тоже... Да. Это зависимость может быть. Да, это тоже зависимость. То есть, и я выбрала немножко другую зависимость. Полезную, да. Спорт намного круче, веселее, чем нежели... Там какое-то временное помутнение рассудка, и тебе это все нравится, и это хорошо, но на следующий день не очень хорошо. Вот, депрессия и все остальное. А тут ты, наоборот, поднимаешься по... Спорт это такой стимул, когда ты... Например, я позанимаюсь. Я занимаюсь пять раз в неделю. У меня кроссфит и тренировки, и бокс. Ну, боксом сейчас немножко меньше занимаюсь, да. У меня даже бои без правил были недавно. Я была в ринге, дралась с девочкой. Если хочешь, в ютюбе можно выбрать. Корнелия Мангобой, конечно, там меня все спортсмены засрали. Господи, пускай. Я же не спортсменка, я певица. Причем, когда я дралась, мне стилист кричал за... Ну, стоял, все кричали. Бей, бей, правый хук, еще сильнее. А он кричал, только не в лицо, только не в лицо. То есть, мне все равно. То есть, я дерусь, и мне все равно. Попадут мне в лицо. Просто можно с ноги бить в лицо, а с руки нельзя. Хотя, мне прилетало и с руки, и с ноги, и отовсюду. Но я при этом, мне это интересно. Мне было и сейчас, мне интересно. Я просто не настолько фанатична, выступать больше не буду, драться. У меня есть один знакомый, крупный очень предприниматель, бизнесмен, мультимиллионер, который говорит, я никогда не работаю с партнерами, которые являются или зависимыми от алкоголя, или от наркотиков, или от казино. Есть ли у тебя какие-то принципы, по которым ты не общаешься с людьми? Ну, я общаюсь со всеми. Просто одно дело приблизить такого человека, а другое дело не приближать такого человека. То есть, если ты бизнес строишь с человеком, то, конечно же, те, которые на чем-то сидят, и как-то немножечко зависимы, они необязательны. Есть такая тема. То есть, он может накуриться и забыть про то, что нужно сегодня прийти, например, на съемку, или еще что-нибудь, или, например, что-то употребить, и не сделать то, что ты его попросил. А что касается казино, то можно взять большую сумму денег из кассы и потратить ее всю на казино. Эти люди, действительно, с ними лучше бизнес не строить. Ну, так как у меня и нет таких друзей, ну, у меня есть, конечно же, но я с ними общаюсь, я с ними не строю планы, я не выхожу замуж за этого человека или еще что-нибудь. То есть, да, дружим, да, общаемся, да, вот как бы хорошо, все ништяк. Ну, все, пускай спортом займется. Как строится твое отношение с религией? Вот сейчас в мире очень много разных всевозможных течений религиозных и даже сект. Были ли у тебя какие-то другие позывы? То есть, были ли люди, которые пытались тебя склонить в какую-то секту или в какую-то... Ну, я не сказала бы, что это секта. Во-первых, если у тебя есть характер, и ты сильный духом человек, то тебя никто никуда не склонит. Я всю жизнь была мусульманкой, и потом мне пришло откровение, что через какое-то время я начала ходить в христианскую протестантскую церковь, начала ходить больше, потому что там мне объясняли, что к чему Бог, откуда, что, почему. Когда я приходила в мечеть, никто ничего не объяснял, просто сказали, что женщина вниз, обратно в подвал, мужчина наверх. Но никто ничего не объяснял почему-то. Мне так хотелось знать, мне так хотелось читать. Ну, Коран он написан не на том языке, на котором я не понимаю ничего, и не было человека, который бы помог бы мне, как это подсказал. И я начала ходить в протестантскую церковь, там был пастор, который мне все объяснял, все доступным языком, все нормальным языком. Я ходила каждое воскресенье в церковь, и сейчас хожу, как бы, пела про славление, мне все это безумно нравилось, и через два года я решила покреститься. То есть это было сознательно. Я религию выбрала сознательно. А мама не возмущалась тому, что ты заменила ее религию? Она же мусульманка. Нет, она сказала, что это твой выбор, ты сейчас взрослый, ты вправе решать. То есть из рождения тебе придается та вера, вера и исповедание, которую твои родители. Но когда ты вырастаешь, ты уже сам вправе выбрать то, что ты хочешь, как ты хочешь, и кем ты хочешь быть. И она всегда уважала мой выбор, и мне было всегда очень приятно, что она меня вот так поддержала. И я стала вот христианской протестанткой, и это нормально, и это хорошая вера. А сегодня очень много молодежи, которые принимают участие в разных политических, ампозиционных митингах. Для меня это неинтересно. Как ты относишься к политике вообще? К политике я вообще никак не отношусь. Мне это не совсем интересно. У них там свои игры, пускай они с ними... Ты видела недавно Мадонна, пусть и Райд сняла клип, то есть уже такая поддержка на международном уровне. Ну, вы знаете, дело в том, что я считаю, что действительно можно высказывать свое мнение, и это нормально. У нас свободная страна. Почему в Америке могут каждый петь про то, «Hey, Mr. President!» «Закончите уже эту войну!» То есть Pink спела, и это нормально. Там слова такие очень сильные. «Мы устали от войны, мы устали от того, что происходит. Дорогой мистер президент, пожалуйста, обратите внимание на то, На внутренние проблемы в стране! Да, и это нормально и все хорошо. У нас поют песни про президента или про церковь, и у нас тут же ха-ха-ха все... У нас нет свободы в стране. И немножко обидно за это, хотя она свободная. Ну, то есть, поэтому ты сама не принимаешь участия ни в каких-то... Я вообще абсолютно вот так вот... Я стена. Мне это немножко неинтересно. Хотя, если была бы такая возможность поработать с толерантностью России, я бы этим занялась. То есть я считаю, что с моей... Я могла бы поднять Россию на тот уровень, когда в каждую школу, в каждое училище, в каждый институт у нас страна очень большая, она многонациональная, и люди должны быть толерантные и терпимые. Но у нас такого нет. Дагестанцы, нет, все, нельзя с ними общаться. Там африканцы, да они же черные, все, убьем. Что за нетерпимость? Мы создали такую большую державу, она такая огромная, такая красивая. Я проездила всю Россию от начала до конца. Я знаю, какие разные люди. Есть азиаты, есть буряты, разные, разные. И нельзя быть такими, что только русские для русских. Это неправильно. Россия для всех, для всех, кто живет в России. А кем ты себя чувствуешь по национальности? О, я считаю себя русской, но меня почему-то не там, не там не признают. В России я считаю себя русской, но здесь мне говорят, нет, ты не русский, посмотри, ты видела себя. Приезжаю я в Португалию или в Африку, мне говорят, ты что, ты же белая, еще и по-русски говоришь, нет, нет, ты не наша. То есть я не поняла вообще, кто я. И меня там не приняли. У тебя своя страна называется Манго. Да, это точно. Что бы ты пожелала молодой девчонке, которая находится в таком же положении, как когда-то ты, когда ее за что-то дразнят, когда ее за что-то считают другой, и за что-то, она плачет вечерами по ночам в подушку, что бы ты ей пожелала? Очень много мечтать. Я мечтала каждую ночь, каждый вечер, каждый день. У меня такие были мечты, что у меня слезы на глазах наворачиваются. И до сих пор, наверное, я отличаюсь именно тем, что я мечтаю, я так люблю мечтать. Я мечтаю, и эти мечты сбываются. Так что так, девочка, которая сейчас находится, может быть, в Астрахани или в каком-нибудь другом городе, мечтай, иди к своей мечте. Не нужно мечтать и сидеть на попе, как бы, и думать, что вот, сейчас хвала небесная, сейчас все пройдет, сейчас все будет хорошо, и сейчас все придет ко мне. Нет, ничего не придет. Если ты сам не будешь идти и строить свою стратегию, идти вперед и извильными путями, вся жизнь, она одни сплошные падения и взлеты, поэтому все равно дойдешь до своей цели. Просто это немножко сложнее. Не у всех получается сразу взлететь, но это возможно. И если каждый человек немножечко усилий, немножечко мыслей, силы воли, то тогда обязательно все будет. И та девочка, которая сейчас находится на ту сторону экрана, поверь мне, твое счастье не за горами, просто нужно немножко приложить усилий. А чем ты нас удивишь вот через много лет, каких высот добьется Корнелия Манга? Я думаю, что больших. Я знаю, что к 30 годам я уже буду очень популярна, на европейском уровне известна. То есть я иду к этому, я знаю, что это будет, я знаю, что я умею петь, я знаю, что я лучше многих. И я в себе очень уверена. Поэтому главное, чтобы люди попадались рядом, которые сильные, уверены, которые в тебя верят. Это очень важно. Когда рядом люди, которые в тебя верят, ты готова просто горы свернуть. Корнелия, я хотела бы подарить тебе от Сити-студии маникюра Лены Ленина еще один абонемент на то, чтобы ты приходила всегда к нам. На этот раз уже не ты будешь к нам приходить, а мы будем приезжать к тебе. Девочки, наши маникюрные пчелки будут приезжать к тебе и творить чудеса на твоих. Спасибо огромное. И еще я хотела тебе подарить от Лондона Илона целый набор полезных кремов с гиалуроновой кислотой. Значит, это для ножек, это для ручек, это для глазок и под глазками. Отлично, спасибо. А это для твоих роскошных волос супер маска, которую после шампуня накладываешь, немножко подержала и смываешь. Спасибо большое. Спасибо огромное. За подарочки. Я так люблю подарочки. А я благодарю Бога за то, что сегодня я снова увидела эту замечательную, веселую, талантливую, гениальную девушку Корнелию Манго и певица, и художница, и вообще просто очень хороший человек. И на следующей неделе познакомлю вас с еще одним моим хорошим другом на приеме у Лены Лениной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok